Для одних сегодня просто выходной, а для других самый важный день в жизни – свадьба. Именно поэтому на дорогах Ингушетии в воскресенье бывает на порядок больше машин. Чтобы перегруженность дорог не стала причиной ДТП, вдоль федеральной автодороги Кавказ на нескольких точках дежурят инспекторы ГИБДД. Мимо проезжают кортеж за кортежем, и все протекает на удивление без нарушений. А все дело в том, что они только едут за невестой. Безумие, как правило, начинается на обратном пути. Возвращаясь, некоторые родственники молодоженов останавливаются у мемориала памяти и славы для раздачи угощений. Старшие из семи Местоевых из Барсуков к поездке за невестой подошли серьезно. А потому машин немного, и правила никто не нарушает. Но, к сожалению, таких ответственных на дорогах мало, потому очень часто поездка за невестой превращается в беспредельные гонки. А вот что творится здесь в час пик. Свадебные колонны занимают обе полосы движения, игнорируют встречные движения и создают аварийно опасные ситуации. Один за другим кортежи подъезжают к мемориалу славы. Пару минут, и несмотря на все усилия инспекторов, здесь образовался настоящий коллапс. Такое беспорядочное движение приводит в замешательство даже сотрудников ГИБДД. Еще одно распространенное и грубое нарушение. Операторы, снимающие свадебную процессию, садятся прямо на окна движущегося авто. А вот кортеж Албаковых назвать скромным по количеству автомобилей нельзя. Но, несмотря на это, они ведут себя благоразумно. Родственники жениха понимают, что в такой день нельзя портить настроение окружающим даже лихачеством. Здесь же большинство из празднующих устраивает и лесгинку. Весело проводить время на свадьбе никто не запрещает. Но при этом не стоит пренебрегать законом и просто человеческими ценностями. Автомобили участников кортежей в большинстве случаев тонированные, без госномеров. Здесь нами было выявлено два нарушения, такие как без водительского удостоверения. То есть человек, который не имеет права управления, садится за руль и выезжает со свадебным кортежем. Было составлено два административных материала в отношении этих людей и без госномерных знаков. В ходе рейда инспекторы выявляют нарушения и других водителей. Выезд на встречную полосу движения – превышение скорости. Всем лихачам и нарушителям выписаны соответствующие протоколы. Подобные рейды будут проводиться каждое воскресенье на всех опасных участках дороги. Исуп Гелесханов, Адам Долгиев, Новости 24.